Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая новость. Друзья, 6 мая прошло новое совещание, которое провел Владимир Владимирович Путин на тему самоизоляции. Речь на этом совещании шла о том, как и когда снять этот режим. Хотя, на мой взгляд, в нашей стране никакого режима самоизоляции-то и нет. Это просто такая сказка, которую транслируют по первому, по второму каналу и всего лишь навсего. Ну и делается это, на мой взгляд, для того, чтобы власти на самом деле не могут никак сдержать людей дома. То есть они могут, но для этого нужно вводить режим ЧС. Вы как понимаете, что если они это сделают, то людям придется выплачивать денежные средства. А власти у нас, это они и заработают, они хотят платить деньги, а чтобы вот так вот человек сидел, грубо говоря, дома и ему еще денежки платить. Да ну, наша власть на это никогда не пойдет. И делается это для того, чтобы просто по телевизору транслируются эти вещи. Чтобы, к примеру, человек сидящий там где-то там в каком-то городе, там, ну небольшом, к примеру, там Кузбасс, город Мыски. Он видит, что у них никакого особого режима самоизоляции нету. Но он слышит, что где-то там в Кемерово, там, или в Красноярске, или в Нижнем Новгороде, да, она есть. Что, ну как бы везде есть, у нас нету, ну, ладно, у нас нет, зато по всей стране есть. И каждый думает так, вот, что где-то кого-то штрафуют, но среди знакомых этого нет, ну, значит, повезло. А так людей штрафуют, хотя за что штрафовать, я просто не понимаю. Мне вот интересно, я до этого к подписчикам обращался, скиньте, если у кого-то есть, кого-то оштрафовали, чтобы посмотреть действительно, что пишут в этой Филькиной грамоте. Но мне никто ничего никогда не скинул. Только для этого, чтобы каким-то образом там запугать людей, то есть такими вот пугающими методами сдержать дома. Ну и вот Путин повел разговор о том, что надо снять этот режим, потихоньку надо снимать. Хотя, как это сделать, если у нас прирост людей, которых поразила вот эта вот китайская дрянь, он по 10 с лишним тысяч в день увеличивается. Раньше они, главное, не вели, когда там по полторы тысячи, по тысячи было. Ни в коем случае режим самоизоляции, все сидим дома. А сейчас, когда по 10 тысяч каждый день, когда, казалось бы, ну, тут вообще об этом разговоры вести нельзя. Друзья, ну, наша власть, она как бы не переставала нас удивлять, но тут удивляет еще сильнее. Они говорят о том, что, друзья, ну, пора снимать режим самоизоляции. Когда там, про какую плату, кто, говорят, выйдет? Ну, никто пока никуда не выходит. Я думаю, у нас эта плата будет только тогда. Ну, то есть пик вот этих всех дел только тогда, когда поражена этим делом будет вся страна. А сдержать они никак не смогут. Ну и вот хотелось бы выделить три этапа, про которые говорил Путин. Это первый этап. Разрешат занятия спортом на спортивных площадках, прогулки с детьми, а также откроют маленькие ларьки. Второй этап. Станет возможно собираться небольшими группами и гулять. Откроются магазины. Третий этап. Откроются школы, институты, рестораны и гостиницы. Также он уточнил, что все этапы должны проходить очень плавно, без спешки, ведь на кону стоит жизнь граждан. 12 мая начнут работать промышленные предприятия, заводы. Хотелось бы остановиться повнимательнее на всех этих этапах, потому что я сам проживаю в большом городе, перемещаюсь по стране очень активно. То есть вот я сейчас передвигался буквально три области, проехал проблем с передвижением практически никаких нет, никто нигде не останавливает. Также я очень близок с производством, знаю и не понаслышке, что такое производство, как оно живет, как работают люди. И хотелось бы обсудить, о чем они говорят и вообще есть ли у нас это или нет. Первый этап. Занятие спортом на спортивных площадках. Вот я не так давно приехал с города Миллионника, как все занимались там на спортивных площадках, так и занимаются. По крайней мере в том городе, в котором я был, это все очень даже... Ну, где-то этого не было, это изоляция никакой. Вот прогулки с детьми. У меня самого маленький ребенок. Ежедневно в парк мы выходили, гуляли с ребенком, сотрудники наших органов рядом проходили. Никто никогда мне не подошел, не задал никакой вопрос. Ну, а иначе что они мне могут задать? Откроются маленькие ларьки. Ларьки тоже работают. Работают прекрасно. Вот сейчас я нахожусь в небольшом населенном пункте, там порядка здесь райцентр, 30 тысяч населения. Все спокойно работает, друзья. Станет возможным собираться небольшими группами гулять. Откроются магазины. Ну, большие какие-то магазины я где-то видел несколько раз, да, что действительно были закрыты, там торговые центры громадные. Но я вам серьезно могу пересчитать по пальцам. По пальцам. Я вот недавно в своем городе был миллионник, еще один миллионник заезжал, потом другой город, 500 тысяч населения. Ну, это буквально на одной руке можно посчитать, какие торговые центры были закрыты. И третий этап. Откроются школы, институты, рестораны и гостиницы. Ну, школы закрыты, да, институты вроде как тоже. Рестораны и гостиницы, насколько я понимаю, тоже закрыты. Но тут надо понимать, что Путин сказал, это тоже как бы такой рекомендательный характер у этих всех заявлений. Как заявил Собянин, для Москвы это уже, то есть 100% не будет действовать. Для других городов Путин рекомендовал все эти моменты, но это будут уже, я как понимаю, на местах, на местах приниматься решения, будет ли это все у нас воплощено в жизнь или нет. Вот, также вот на носу майские праздники, как я вижу, ну, я говорю, в тех местах, где я был, люди спокойно гуляют, ходят там и никого ничто не сдерживают. Я лично бы всем рекомендовал, ну, отнестись к этому посерьезнее. Я стараюсь по минимуму, не потому, что мне сказал это Путин или там Собянин, либо еще кто-то, я на этих людей не ориентируюсь совершенно никак, точно так же, как и они на меня не ориентируются, на вас не ориентируются. Они живут своей жизнью, я живу своей жизнью, ну, просто я знаю, что если со мной что-то случится, ну, тот же Путин ко мне на помощь не придет. Вот, и мне проблемы в семье придется решать самому. И я стараюсь себя оградить от этой, от всего этого, потому что не хочется потом расхлебывать. Все эти Путины, они уйдут в сторону, конечно, они и сейчас ушли в сторону, и я привык ответственность нести сам за свою жизнь, за свою семью, и то же самое рекомендую сделать вам. По минимуму, друзья, выходите на улицу, ну, включайте голову в конце концов, не слушайте, где-то, может быть, они и правы, вот эти вот люди, Путин и все эти. И Мишустины. Но тут ваша жизнь, ваша жизнь стоит на кону всего этого, поэтому я думаю, что надо быть поаккуратнее. Ну, а то, что говорят наши правители, ну, конечно, это все неправильно. По идее, надо было, надо вводить режим ЧС, и тогда уже будет все хорошо. А про то, что они говорят, заводы не работают, все как работало, так и работает. Полностью, все 100% работают. Были слухи, что кто-то там кого-то будет переводить на вахтовый метод, две недели отработал, две дома. Ну, вот на одном заводе я знаю, что что-то подобное внедрили, но это своего рода, как мне рассказывали, просто такая картина. Вроде как Москва потребовала перевести там кого-то, ну, вот какое-то количество небольшое перевели. Они сидят чисто для массовки, вроде как бы, чтобы это было, и всего лишь навсего. А остальные там, грубо говоря, 90% как работали, обычным графиком так и работали. Всего лишь навсего ничего не произошло. В целом, разговоры вести о снятии какого-то там режима самоизоляции, хотя его и нет, нет. Это вести просто глупо, тем более сейчас тут будут майские праздники, если мы сейчас по 10 с лишним тысяч выдаем после майских праздников, я думаю, там мы уже к 20-ке приблизимся. Но видите как, оно же не сразу вылазит, а через две недели, то есть результат майских праздников мы узнаем только в конце мая. Так что, что движет нашими властями, нашей вот этой вот правящей элитой в кавычках, я не знаю. Что должно быть в голове, чтобы делать такие заявления, хотя я думаю, возможно, это просто слова, ну, для чего их пускать на ветер, чтобы тебя потом каким-то там, ну, пустословом считали. Я думаю, ну, если у них действительно какой-то разум есть там, ну, такого допускать ни в коем случае нельзя. Потому что сейчас это, сейчас я думаю, сейчас начнется самая жизнь, ни про какой выход, ни на какую оплату тут речи вести не стоит. Вот, поэтому я, я высказался на эту тему, друзья, считаю, что нужно здесь в первую очередь включить голову самим, как-то все-таки минимизировать все эти походы. Если на работу нужно сходить, конечно, нужно туда сходить, ну, а потом, то есть, по минимуму ходить по магазинам, там еще где-то сидеть дома, проводить дома с семьей. У кого такая есть возможность всего лишь на все и пережить как-то это время, а там уже дальше будем смотреть, что нам и как делать. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok